В Казанском федеральном университете полным ходом продолжает работать приемная комиссия 2020 года. На данный момент всего подано 31 493 заявления, причем от иностранных граждан подано 3670 заявлений. По словам ответственного секретаря приемной комиссии, показатель поданных заявлений от иностранцев выше, чем в прошлом году. Иностранные граждане, это 3670 человек, подали заявление Казанский федеральный университет на сегодняшний день. Это достаточно большая цифра, потому что в прошлом году на эту дату по иностранным гражданам была более скромная цифра, 2700. Лидирующим институтом по подаче заявлений на бюджетную форму стал Институт международных отношений, 2508 заявлений. На втором месте Институт управления экономикой и финансов, 2077 заявлений. Институт фундаментальной медицины и биологии оказался на третьем месте, 1985 поданных заявлений на бюджетную форму. Что касается контрактной формы обучения, то здесь лидирует Институт международных отношений, 1961 заявление. Затем Институт фундаментальной медицины и биологии, 1809 заявлений. И Институт управления экономикой и финансов, 1792 заявления. Хочу сказать, что ЕГЭ не все результаты еще известны, и многие ребята еще просто не подали заявление. Сейчас мы ждем вот этой активной фазы, когда россияне начнут подавать заявления в те вузы, куда они собираются поступать. По заверению председателя приемной комиссии, пик подачи заявлений от иностранцев уже прошел. Однако в скором будущем ожидается вторая волна заявлений от наших соотечественников. Таким образом, в начале августа мы ожидаем пик подачи заявлений от наших соотечественников, от наших граждан Российской Федерации, которые закончили школу в этом году. Стоит отметить, что сроки сдачи внутренних испытаний для абитуриентов будут с 5 по 18 августа. Для этой категории абитуриентов последним сроком подачи заявлений станет 3 августа. В этот же самый период у нас пройдет третья волна вступительных испытаний в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан. Они также смогут сдавать вступительные испытания в этот же период времени. По этой причине после 18 августа будут известны результаты внутренних вступительных испытаний для тех категорий, кто имеет право сдавать их. Лев Диденко, Универ, Ньюс.